МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, преданные поклонники романса! Здравствуйте, дорогие зрители и телезрители! Уверен, что сегодня все мы получим истинное наслаждение от романцев настоящего петербуржца, выдающегося мастера. Его имя – Исаак Иосифович Шварц. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, Петербург всегда радовал нас яркими композиторскими именами. Василий Соловьев-Седой, Андрей Петров, Вениамин Баснер, Валерий Гаврилин – каждый из них, конечно, глыба, но имя этого автора всегда стояло особняком. Исааку Шварцу в этом году исполнилось бы 90 лет. Кому посчастливилось с ним работать, произносили одно слово – гений. Его называли отшельником. Он трудился в тиши кабинета, в своей творческой гавани, в поселке Сиверской, Ленинградской области, и сочинял удивительные, трогательные, прозрачные, я бы сказал, ажурные шедевры. Наша программа еще при жизни Шварца страстно мечтала пригласить его к нам. Но из-за болезни, недомоганий это стало невозможным. И тогда сам автор сказал, пригласите Олега Погудина, пусть он споет все мои песни, лучше него это не сделает никто. И наши, а судя по всему и ваши, желания совпали, и мы с особенной радостью выполняем пожелания автора. Встречайте, заслуженный артист России Олег Погудин! Я ехал к вам, живые сны, За мной велись толпой и гривой, И месяц с правой стороны Сопровождал мой бег ретивый, И месяц с правой стороны Сопровождал мой бег ретивый, Я ехал прочь, Иные сны Душа влюбленной грустно выла, И месяц с левой стороны Сопровождал меня уныло, Мечтанию вечному в тиши, Так предаемся мы поэты, Так все верные приметы Согласны с чувствами души, Так все верные приметы Согласны с чувствами души, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прозвучал роман с Исаака Шварца На стихи Пушкина Из кинофильма Сергея Соловьева Станционный смотритель И именно музыка к этому фильму Предопределила дальнейшее знакомство И сотрудничество Шварца С великим японским режиссером Акирой Курасава И их фильм Дирсу Узала Получил Оскара Как лучший зарубежный фильм АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы хотела спросить у Олега Скажите, вас многое, наверное, роднило Что же именно в вас общее? Вообще, на самом деле, я сначала этому слову Так испугался немножко, роднило А потом понял, что оно, наверное, самое точное Все-таки разница в возрасте у нас с Исааком Васильевичем огромная С сорок с лишним лет Дело в том, что для меня, во времена моего детства Ленинград тогдашний Это однозначно музыка Исаака Шварца Роднит, наверное, желание красоты, чистоты, изящности И в то же время, чтобы эти все качества, эти все чувства, эти все проявления, они были простыми Чтобы они были доступны, чтобы они могли переходить от сердца к сердцу Это то, что мне необходимо в жизни Это то, что для меня самое желанное И вот, наверное, в этом смысле это роднит Но завоевать симпатию такого взыскательного мастера, как Исаак Шварц было непросто С чего началось ваше знакомство? Исаак Васильевич услышал просто в моем исполнении Я думаю, что он слышал несколько своих песен Но сейчас я уже имею право об этом говорить Могу говорить, тем более, что есть и письменные его автографы Вот с такими словами Вот он считал, что роман с любовь и разлука Я его цитирую Роман с любовь и разлука Погодин поет идеально Оценка эта фантастическая От автора вообще такое услышать очень трудно А тем более от автора великого От автора песни которого исполняли самые замечательные Самые блистательные артисты и эстрады И не только эстрады в нашей стране Когда я встречался с людьми С достойными, великими людьми Я пытался впитать человека Надо было бы говорить о профессии Надо было бы говорить, наверное, о музыке Надо было бы говорить о деталях, о чем-то еще Но вот с Исааком Иосифовичем это было Какое-то фантастическое, знаете, единение, родство Можно было говорить о чем угодно О погоде Вот он, допустим, Тони, его супруга приносила чай Мы сидели, беседовали о чем-то вообще Но вот это что-то вообще, оно драгоценно Потому что во всех песнях, которые мы сейчас исполняем Это что-то Его интонации Его чуть-чуть такой ироничный В то же время бесконечно глубокий и печальный взгляд Его крохотные совершенно руки Которые, ну, руки музыканта За которыми следить бесконечное удовольствие Его какие-то быстрые оценки, иногда даже, кстати, очень резкие Его в то же время какая-то бесконечная нежность И его потрясающая интеллигентность И какая-то часто извинительная интонация То есть он что-то скажет резко и потом говорит Но вы понимаете, ну вот если можно так сказать Это все осталось и останется навсегда Это все вот в тех песнях, которые мы исполняем И без этого их быть уже не может Без этого не может быть этой программы Спасибо Благодарю Оставляю вас наедине со зрителями Город пышный Ты город бедный Дух неволи стройный вид Свод небес зелено-бледный Скука, холод и гранит Все же мне вас жаль немножко Потому что здесь порой ходит маленькая ножка Вьется на локон золотой Субтитры создавал DimaTorzok Не спрашивай, зачем унылый думай Среди забав я часто омрачен Зачем на все подъемлю взор угрюный Зачем мне мил, мне сладкий жизнь и сон Зачем на все подъемлю взор угрюный Зачем не мил, мне сладкий жизнь и сон Не спрашивай, зачем душой остылой Я разлюбил веселую любовь И никого не называю милой Кто раз любил, уж не полюбит вновь Кто раз любил, уж не полюбит вновь Кто счастье знал, уж не узнает счастье На краткий миг блаженство нам дано От юности, от няк и сладострастия Останется уныние дна От юности, от няк и сладострастия Останется уныние одно Останется уныние дна Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Одна поклонница сказала, что играть и слушать музыку Шварца великое счастье. Его пианизм – продолжение шопеновских традиций. Глубина и трагизм – продолжение традиций Шостаковича. Если бы он написал только один фортепианный концерт для кинофильма «Мелодии Белой ночи», который вы только что слышали, все верно, имя композитора осталось бы в истории киномузыки. Это все правда. Он был действительно поэтом музыки. У него было множество высоких и заслуженных званий, наград. Он был народный артист России, лауреат государственной премии троекратной, лауреат кинематографической премии Ника, об Оскаре я уже говорил. Но, кроме того, у него была еще одна очень важная для него премия. Это царскосельская художественная премия за, как гласила формулировка, уникальное собрание романсов на стихи русских поэтов 19-20 века. И в этом списке любимых поэтов рядом с Пушкиным, Фетом, Полонским, Буниным – Булат Акуджава. Его Исаакиус считал великим поэтом. И это неудивительно. Их связывала не только многолетняя творческая и человеческая дружба. Их связывало настоящее братство. Они почти ровесники. Их жизнь и судьба во многом схожи. Оба подростками остались без отцов в страшные годы репрессий. Оба воевали, выжили и очень ценили общность взглядов на жизнь. Булат Акуджава так говорил о Шварце. У него удивительный дар – извлекать музыку из самого стихотворения. Ту самую, единственную музыку, которая существует для каждой строчки. И сейчас, я думаю, Олег Погодин нам как раз подарит несколько произведений Саака Шварца на стихи Булата Акуджавы. Сцена ваша. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецов в конверте, благоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, Для кого ты добрая, а кому-то иначе. Девять граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Девять граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, Жарко обнимала ты, только не любила. В ласковые сети, постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, Значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Затихнет шкапнет и начнется апрель, На прежний пиджак поменяю шинель. Вернутся полки с похода, Такая сегодня погода. Вернутся, вернутся полки с похода, Такая, такая сегодня погода. Пусть сабля сечет, да и кровь все течет, Вранье, что у смерти источный расчет, Что будто я в поле остался. Назначь мне свидание, Анастасия. Назначь мне свидание, Анастасия. В назначенный час заиграет трубач, Что есть нам удача средь всех неудач, Что мы все еще молодые, И крылья, и крылья у нас золотые. И крылья, и крылья у нас золотые. Анастасия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Любопытно, что один из своих первых романцев Шварц написал на стихи Михаила Светлова. И однажды они договорились о встрече, а Шварц тогда был молодым, у него был бурный роман, и он изрядно опоздал. А Светлов отличался, как вы знаете, сокрушительным остроумием. Однажды в Доме творчества писателей на юге, осмотрев лежавших на пляже писательских жен, он сокрушенно сказал «тела давно о минувших дней». А Шварца он тоже встретил с заготовленной фразой «были когда-то и мы Исаками». Олег, я хотела бы у вас спросить, как вы видите, в чем тайна обаяния романцев Исаака Шварца, в чем вот их звенящая такая искренняя нота, и как получается, что люди очень живо воспринимают их, как будто они абсолютно новое произведение сегодняшнего дня? Я думаю, что, во-первых, это прекрасные мелодии. Кроме того, потрясающая искренность, абсолютно вот какая-то душевная открытость, и в то же время богатство души. Все это, когда проявляется в музыке, это невозможно не услышать, это невозможно не полюбить. И думаю, что эти песни всегда будут любимы и желанны. Олег, вот в отличие от вас, мне не повезло в том отношении, что Исаак Шварц, наверное, чуть ли не единственный большой композитор, с кем мне не довелось ни разу встретиться. Да, действительно, жаль, но тем любопытнее от вас узнать, каким он был в жизни, каким он был мелодистом, мы все знаем. А вот каким он был в жизни замкнутым или открытым, гостеприимным, веселым, грустным? В нашей команде есть человек, который с Исааком Исичем общался очень долго, десятки лет. Миша Рудюкевич, он, собственно говоря, сам вырос в Северском, и они были соседями, фактически, с Исааком Исичем. Поэтому, если хотите задать какие-то совершенно конкретные вопросы, вот, пожалуйста, терзайте гитариста, прекрасного гитариста Михаила Рудюкевича. Миша, ты можешь что-нибудь сказать? Потому что в быту действительно ты с ним общался с Исааком Исичем гораздо больше. Во-первых, он был очень простой человек, и к нему я знаю, что... знаю хорошо свою Северскую, что все приходили к нему за советом, с просьбой, и он очень-очень многим помогал, нуждающимся в какой-то поддержке, потому что все-таки Исааком Исичем был известным человеком, и у него были какие-то рычаги влияния, он старался не для себя, он помогал своим землякам в Северской, и он был очень эмоциональный человек, он остро реагировал на все несправедливое, что творится в мире, то есть он не боялся высказываться честно даже в те далекие годы, когда, в общем-то, не все. А слухи о его отшельничестве, они преувеличены? Абсолютно преувеличены, просто я так понимаю, что для него это было необходимым условием для творчества, и он, вот в Северской, он черпал силы для вдохновения, и так как все-таки он действительно довольно рано перенес первый инфаркт, ему нужен определенный был режим, определенные, так сказать, прогулки, дышать свежим воздухом, и, в общем, я думаю, благодаря Северской, но вот Северской, он, собственно говоря, он смог так долго творить и черпать энергию в этом месте. Спасибо. Благодарю вас. Я могу добавить только одно, что в наших нечастных встречах, а, кстати, нам повезло, мы всем ансамблем были один раз с Сакаевсовичем, как раз консультируясь по поводу его песен, по поводу того, как их исполнять, я должен сказать, что он был бесконечно добрым человеком. Это качество тоже, оно вообще всегда редкое. В наше время оно редчайшее, и, собственно говоря, это его душевное качество, оно слышно в каждой его песне. Песни, которые мы отобрали сегодня, вспоминая военную страницу жизни Исаака Шварца, они поразительны, ведь пришлось ему, как и Акуджаве, воевать. Пришлось быть раненым, пришлось выжить в войне. Песен о войне у Шварца немало. Во всех в них поразительная, щемящая, очень чистая нота юности и влюбленности в жизнь. И опять-таки, это очень простые песни, которые каждый из нас может спеть у себя дома за столом, у себя во дворе, на лавке, среди друзей, родных, и всегда со счастливым, пусть печальным, но счастливым чувством вспомнить тех, кто когда-то ушли в страшные военные годы, защищая нас, чтобы мы могли в том числе петь эти песни. АПЛОДИСМЕНТЫ Кавалергард АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Напрасно мирные забавы, продлить пытайтесь смеясь, не раздобыть надежные слова, покуда кровь не пролилась. И как несладок мир подлунный лежит тревога на череп, не обещайте, деви юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деви юной, любови вечной на земле. АПЛОДИСМЕНТЫ Крест ДЕРЕВЯННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Капли датского короля или королевы Это крепче, чем вино, слаще карамели И сильнее клеветы, страха и холеры Капли датского короля, бейте, королеры Капли датского короля, бейте, пейте, кавалеры Рев, орудий, полос, виспуль, звон, штыков и сабель Растворяются легко, звонят их капель Солнце, майор, вот любовь, выше нет карьеры Капли датского короля, бейте, кавалеры Капли датского короля, бейте, пейте, кавалеры Слава головы кружит, власть сердца щекочет Грош цена тому, кто стать над другим захочет Укрепляйте организм, принимайте меры Капли датского короля, бейте, кавалеры Капли датского короля, бейте, пейте, кавалеры Капли датского короля, бейте, кавалеры Капли датского короля, бейте, кавалеры Капли датского короля, бейте, кавалеры Нам хочется вновь вернуться к творческому содружеству композитора с Булатом Акуджавой Известно, что всего Исаак Шварц написал более 30 романсов На стихи Булата Акуджавы И когда Булат Шалч ушел из жизни То Исаак Шварц ощутил не просто невосполнимую потерю А буквально сиротство И посвятил памяти своего знаменитого друга Романс «Дождик осенний, поплачь обо мне» И Акуджава когда-то посвятил Шварцу стихотворение, где есть такая строчка «Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки эти звуки извлекать» Вот те самые маленькие руки, о которых говорил Олег, да? При том, что Исаак Шварц не играл на скрипке Он как раз первая фраза, если вы помните, музыкант играл на скрипке Я в глаза ему глядел Но мне кажется, что у великого поэта Акуджавы Как раз было очень точное видение и понимание души этого великого музыканта Акуджава и Шварц ли это настолько, что разделить действительно Вот мелодику стиха и мелодию музыкальную фактически невозможно Тут действительно одни струны души и общая судьба и война Ну вообще люди культуры одной Творческое единение Мне кажется, что вот как раз песни Шварца Акуджавы Это совершенно точное продолжение традиции русского городского романса Когда спрашивают о том, вот возможно ли романс в наше время Я всегда отсылаю к этим песням Это почти наше время и значит возможно Возможно Еще один букет романсов Олег Погодин В нашем старом саду Листья позднее падают с клёна Отчего же теперь на меня не глядишь ты влюблённо Отчего на меня не глядишь ты влюблённо Дорогое лицо И знакомое строго Ах, как мало любви А печали так много Ах, как мало любви А печали так много В нашем старом саду Где судьба мне тебя подарила Разве сердце своё Для тебя, милый друг, неоткрыл я Разве сердце своё Для тебя, милый друг, неоткрыл я Разве сердце своё Для тебя, милый друг, неоткрыл я Для тебя, милый друг, неоткрыл я Для тебя, милый друг, неоткрыл я Они не боятся никогда Зимы долги и лето У них разные привычки И совсем не схожий вид Не сойдутся на земле Две дороги, то это Там отруживают ноги Эта душу бередит Эта душу бередит Эта женщина в окне В платье розового цвета Утверждает, что в разлуке Невозможно жить без слёз Потому что перед ней Две дороги Та это Та прекрасна, но напрасна Это видимо всерьёз Хоть разбейся, хоть умри Не найти верней ответа И куда бы наши страсти Нас с тобой не завели Неизменно земле Две дороги, то это Две дороги, то это Без которых невозможно Как без неба и земли Эта женщина в окне В платье розового цвета Утверждает, что в разлуке Невозможно жить без слёз Потому что перед ней Две дороги, то это Та прекрасна, но напрасна Это видимо всерьёз Потому что перед ней Две дороги, то это Та прекрасна, но напрасна Это видимо всерьёз Я бесконечно признателен Дорогим друзьям Ведущим Романтики Романса За то, что сегодня мы Смогли вспомнить Замечательного Прекрасного Талантливого Одного из самых добрых людей С которым мне довелось Быть знаком Одного из самых Замечательных людей Которых нужно помнить Всегда Исаака Шварца Еще лишит твой наряд Подвенечный И хор в нашу честь Не споёт А время торопит Вознится Беспечный И просаться Гони в полёт И просаться Гони в полёт Ах, только бы тройка Не слилось бы с круга Бубенчик Не смог Под дугой Две верных подруги Любовь и разлука Не ходят Одна без другой Две верных подруги Две верных подруги Любовь и разлука Не ходят Одна без другой Мы сами Мы сами раскрыли ворота Мы сами Счастливую тройку впрягли И вот уже что-то Сияет Погасло вдали Но что-то Погасло вдали Святая наука Расслышать друг друга Сквозь ветер во все времена Две странниц Вечных Любовь и разлука Поделятся С нами Сполна Чем дольше живем мы Тем годы короче Тем слаще друзей Голоса Ах, только б не смог Под дугой колокольчик Глаза бы глядели в глаза Глаза бы глядели в глаза Глаза бы глядели в глаза В горе То солнце То вьюга То лосточки То вороньё Две вечных дороги Любовь и разлука Проходят сквозь сердце моё Две вечных дороги Любовь и разлука Проходят сквозь сердце моё Голоса 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 Ну что ж, друзья, мы получили сегодня тройное удовольствие от высокой музыки, поэзии и исполнения. Исполнение Олега Погодина. Спасибо. Очень признательно вам, Олег, за такое проникновенное исполнение. Благодарим ваших музыкантов. И, конечно же, ждем вас у экранов телевизоров ровно через неделю в программе «Романтика романса». И постараемся вас не разочаровать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова